Продолжение следует... 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 то ему, чтобы вообще не потерять разум, а разум его общественный, ему необходимо все эти регионы свести во что-то единое. Нет. Если понимать человека не как один юридический субъект, не как одно юридическое лицо, а если понимать человека точно так же регионировано, то есть у человека есть, по крайней мере, даже если брать древнейшие деления, тело, душа и дух, то это три региона. Человек точно так же регионирован, как мир. Я на уровне материального... Но они сведены в одно. Нет. В одного человека. Они учреждены. Как понять, сведены? Ты юридически, нравственно учредила одного субъекта человека. Но тем не менее, на самом деле, изначально ты множественен. Ты им учредил. Ты точно так же и Бог учредил. Взял, как ты говоришь, на вершине всех регионов, посадил одну истину. Учредил эту истину. Ты ведь не узнал, как на самом деле. Ты просто сказал, пусть будет одна истина. Учредил ее. Вот человек множественен, а ты взял и сказал, нет, пусть будет один человек, как одно. Ты это учреждаешь. Это твое желание. Это твоя воля. Но не сама реальность. А реальность-то как устроена? В реальности никакого вот такого сверху посаженного нету. Нет никакой сверху посаженной истины на регионы. Нет никакого сверху посаженного субъекта на человека. Человек какой есть, такой есть. Он множественный. Но у него есть тело, в котором своей жизнью живет. Душа, которая живет другой жизнью тоже своей. И дух есть, который третьей жизнью живет. Они как-то там где-то самоотносятся, где-то одновременно где-то живут там. Но не каждый живет своей жизнью. Но они объединены в сознании. объединены они в чём-то сознании, но как бы есть бессознательное, опять же, выпавшее сознание, и что? Много что есть, если начать разбираться со всеми их тонкостями, то там всякий раз будет оказываться, что всё-таки человек регионирован, именно что не просто множественен, то, что человек множественен, в этом нет никакого удивления, то, что человек одно и многое, в этом как бы и Платон нашёл бы там истину, в этом ничего особенного нет, а то, что человек регионирован, что у него есть регионы, которые с друг другом никак не соотнесены. Вот, например, до сих пор даже такая наука, как психология, не может никак решить психофизиологический дуализм. Каким образом у нас соотносятся телесное и психическое? Вот есть две как бы сферы, два региона. Это телесный регион, где там, где взаимодействуют нейроны, а есть психическое наше поведение. Правильно, это два региона. Так вот, когда же мы наконец, на самом деле, к реальности обратимся так, как она устроена, а не будем придумывать, как бы её можно было устроить. Нам, с юридической точки зрения, учреждения, субъекта, конечно, выгодно говорить о одном человеке, потому что мы хотим, чтобы человек не принёс ответственность за свои поступки. Но с точки зрения науки и того, как на самом деле человек устроен, хватит уже заниматься себя тишиной. Но не устроен человек так, не один, он многообразен. Но он регионирован, точно так же, как и мир. Человек устроен так же, как и мир. И мир регионирован, и человек регионирован. И так же, как у человека есть душа, и тело, и дух, точно так же и у мира есть разные уровни, разные сферы, которые никак не соотносятся друг с другом. Просто разные, и всё. И ничего тут не сделается. Но просто так устроен мир. Дело в том, что не надо здесь придумывать, пытаться взгромоздить что-то там наверх. Не-не-не, я же согласен с этим всем, что ты говоришь. Я просто тебе говорю, что по факту ты всё-таки убедишь, что человек, состоящий из многих регионов, всё-таки человек-то есть, это всё-таки эти многие регионы... Но из того, что есть слово, из того, что это существо человека ведёт себя... Существо-то есть, именно, да. Нет, ну а как? Юридическое существо есть, как субъект юридический. Ну и физически есть. Ну вот тебе услуги, говорят, мне часто стучит как-то тело, сердце там, кровь где-то бегает, какие-то там процессы происходят, где-то там борются, допустим... Но это один организм, один. Как один? Ну, понимаешь, из того, что ты будешь заговаривать, что это один, а кто спорит-то, что это один организм? Вопрос же состоит не то, чтобы заговаривать, а вопрос... Какой же это симбиоз организма? Нет, я хочу рассказать, а как вот устроено, для того, чтобы сказать, что это нечто одно, единое целое. Расскажи, как устроено, как соотносится психическое, хотя бы, и соматическое, как? Ну, как вот, вот есть какие-то нейроны у меня там, какие-то... Никак не соотносится. Ну, вот и всё, но в этом же проблема состоит. Проблема состоит не в том, на самом деле, я что, не понимаю, что ли, я как-то... Человек может быть совершенно психически больным, при этом абсолютно физически здоровым. Ну, я же говорю, я же не слон избавил, а свалился. Я же понимаю прекрасно, что я точно так же чувствую себя и нищие черты единые, и что? Это что мне даёт-то? И вопрос же состоит не в том, как я себя чувствую и как я себя заговариваю. Вопрос как на самом деле строить. Ты знаешь, да, ведь это психиатры, там, 19 века, они же думали, что связано, как бы, телесное и психическое. Они бедных сумасшедших калечили просто, считая, что, как бы, чем больше страдания они им причиняют, тем, как бы, они вот их исцеляют, слышишь? Отрезали носы, там, языки, уши, там, руки, ноги ломали. В общем, полный бред. Потом поняли, что это тупик. Что они от этого не исцеляются, как бы. Но это, как бы, частный, простой пример. Даже Фрейд ещё языки отрезал. Я говорю, мы говорим про... Это я привожу только простые примеры. На самом деле, если... Вдаваться более сложные всякие вещи, то вдруг выяснится, что субъектов, на самом деле, очень много. Субъектов даже не... Ещё не надо понимать эти субъекты, как те субъекты, которые мы чувствуем. Мы чувствуем, на самом деле, одного субъекта. Но субъекты другие по другим причинам. Так это бесы. Да нет, это целый разговор. Я просто сейчас не хочу в это вдаваться. Это надо отдельно с этой философией сознания изучать, чтобы это понять. Ладно, потом мы, как бы, может, обсудим. Я просто к другому веду-то, на самом деле. А, вот что я хотел сказать. Так вот, откуда взялось многобожие? Сейчас я не буду в историю вдаваться, почему так произошло. Но в некотором смысле многобожие есть отражение вот этой региональности мира. Региональности. Многобожие – это не какая-то дурость и глупость. Понимаешь? Если абстрагироваться от всякого рода религиозных всяких этих размышлений, там, богословия и прочее, это на самом деле представление о том, что мир регионирован. И что в каждом регионе свой Бог, то есть своя истина. Я не призываю сейчас всем стать этими политеистами. Я просто говорю о том, что надо понимать, на самом деле, что в мире ничего глупого не бывает. Да, но только тут знаешь, в чем будет тогда разница о новом уровне между язычником и монотеистом? То есть между многобожником и единобожником. Многобожник будет стоять на том, что мир регионирован, а единобожник будет признавать, что мир регионирован, но будет пытаться свести его к чему-то единому. Вот и все. Нет, я тебе расскажу, в чем различие. Это вечное различие. Нет, многобожник будет понимать, на самом деле, что в другом регионе существует другой человек, и его точно так же надо уважать, потому что он в другом регионе. А единобожник будет считать, я в истине, а все остальное должно уничтожить. Ну, это плохое единобожник. Нет, это не плохое единобожник. И многобожник может быть такой, что он в истине, а все остальное надо уничтожить. Нет, 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 многобожник так никогда не может быть. Почему в Римской империи как бы все религии допускались? Потому что в политеизме, в принципе, богов быть может быть много. Если регионов много и богов много, то нет никакого удивления тому, что другой человек поклоняется другому богу, но у него просто другое понимание, это в другом регионе находится. А вот для единобожника, на самом деле, представление о том, что есть какой-то другой бог, это есть представление о заблуждении других людей. И надо пойти и это заблуждение развенчать. Понимаешь? А как ты говоришь, плохое, это продолжение этого развенчания, надо их уничтожить. Потому что они как бы находятся, они поклоняются дьяволу, сатане и прочее. Они находятся не в истине, они как бы, более того, они там соблазняют вот этих истинных, верующих, как бы, тех, кто в истине. Единобожие, вот смотри, ты говорил о том, что Библия двойственна. А на самом деле двойственна не Библия, а двойственна любая вещь. Дело в том, что единобожие имеет две стороны – сторону положительной и сторону отрицательной. Положительная сторона единобожия состоит в том, что единобожие объединяет людей. Потому что если люди находятся под одним богом, они как бы становятся братьями друг к другу. Но в то же время, именно в силу этого, она ещё и разъединяет людей. Потому что если люди не хотят быть под одним богом, то им ничего не остаётся друг другу уничтожать. Ну как? Потому что если я единобожник под одним богом, а ты единобожник под другим богом, то чей бог? Мой бог правильный. Например, мусульмане говорят, что наш бог правильный, а христиане говорят, что наш бог правильный. И как бы и те и другие правы. Почему? Потому что бог-то один. Ну два региона. Нет, подожди. Может появиться две единобожники, которые скажут им, что бог у вас один. Нет, единобожники и регионы – это несовместимые вещи. Если единобожие, то никаких регионов нет. Чтобы два бога. Если есть два бога, то это уже сразу не единобожник. Нет, подожди. Два народа. Единобожник не может допустить другого бога. Мусульмане считают, что их бог единый, христиане, что их бог. Правильно. И между ними невозможно договориться, можно только друг друга уничтожать. Договариваются же? Нет. Невозможно договориться. То есть то, что они существуют мирным путем, это просто уже факт разложения религии единобожия, а не факт его торжества. То, что люди, живущие под одним богом, смиряются с тем, что другие под другим богом живут, это просто факт их бессилия, а не факт их истины. А факт истины состоит в том, что бог один, и на самом деле все другие боги, это либо демоны, либо вообще фикции. Просто какие-то идолы, фикции. И в этом проблема любого единобожия. В чем проблема политеизма многобожия? Как раз проблемы толерантности никакой нет. Если есть многобожия, нет никакого удивления, что у мусульман свой бог, а у христиан свой бог, а у людей свой бог. Ну и что? Политеизм, он и есть политеизм. А то он и политеизм, что существует много богов. Но проблема в другом состоит. Людей не объедините. Если у каждого свой бог, как бы извините, ребята, как хочу, так и молюсь. Что хочу, то и творим. Понимаешь, и объединить людей невозможно. То есть на самом деле, это две вещи. То, что здесь является плюсом, что люди друг другу с друг другом не враждуются, становится и минусом. Они не объединяются. А то, что там плюсом является, что люди объединяются под одним богом и братьями становятся. Действительно. Оно их и разъединяет, потому что именно здесь лежит как бы проблема, связанная с тем, что другие, которые под другим богом не хотят объединяться. Иначе говоря, вот есть такое правило простое, что то, откуда нам спасение, оттуда нам и погибли. Понимаешь? И поэтому правильный подход ко всем этим вопросам. Нужно понимать и ту позицию, и другую позицию, и не настаивать ни на одной, ни на другой. Что такое мультикультурализм? Мультикультурализм не только преследует того, что говорит, что все культуры разные, и надо каждую культуру важить. Оно еще и понимает то, что на самом деле, быть может, на самом деле все культуры и одинаковые. Это тоже возможно. Только нельзя на этом настаивать. То есть, пускай существует человек, который считает, что все культуры – это на самом деле одна культура. Пусть есть люди, что есть несоизмеримые культуры. Но просто это различные способы понимания. И надо их все учитывать. Вообще говоря, что постмодернизм, который многие не любят, но и прежде всего, естественно, его не любят, приверженцы одной истине. Он как раз и утверждает, на самом деле, что если истин много, то ведь вопрос состоит не в том, на самом деле, что они настаивают во что бы то ни стало, что истин много. А они настаивают только на том, что нельзя утверждать, что истина одна. Понимаешь? Они только на одном настаивают, что истина, по крайней мере, не одна. Ну, это их позиция. Я считаю, что и те, и те полезны, и пусть будет и то, и другое. Как это? Как говорил Ленин, чтобы объединиться, сначала нужно размежеваться. Поэтому это просто две стороны одной медали. Дело в том, что тут в чем еще проблема состоит? Что, смотри, вот если Бог не один. А богов много. С точки зрения логической, а у нас была единственная логика, да, это логика Парменида, где все сводится к одному. С точки зрения логической много богов как бы противоречит друг другу. Как так может быть много богов? Так сказать, бытие одно, много бытия быть не может. Если богов много, то это как бы противоречит изначальному смыслу того, что бытие одно. Потому что Бог – это и есть бытие. Для того, чтобы допустить многобожие, требуется допустить множество бытия, видов бытия. На самом деле, мы в своем опыте эту множественность бытия имеем. Вот есть бытие неодушевленным предметом, есть бытие растений, есть бытие животного, а есть бытие человека, а есть бытие ангела, а есть бытие Бога. То, что мы привыкли на самом деле всю содержательность всех этих существ связывать с одной стороны, а бытие с другой стороны, то есть мы говорим о том, что все разнообразие, все различие принадлежит к содержанию, данных существ, из данных понятий. А бытие только говорит о вопросе, есть или нет. Вот это на самом деле вопрос лукаво. Потому что если мы говорим не просто есть или нет, а если мы говорим, как есть, то есть задаем вопрос не только не о содержании того, что есть, а вопрос о том, как есть, например, как это сделано у Хайдегера. Ведь Хайдегер к вопросу о регионировании бытия уже подходит. Он просто, он даже это на самом деле указывает, что это регионирование есть. Но это вам, наверное, лишнее уже говорит про Хайдегера. У Хайдегера есть два способа бытия. Бытие как дозайн и бытие как наличные вещи. Бытие наличные вещи, оно исследуется под категориями, а бытие дозайна, оно исследуется под экзистенциалами. То есть на самом деле уже Хайдегер разваливает весь мир на два региона. То есть Хайдегер уже как бы это же в каком-то отношении, он как бы всю классическую философию, которая под знаками единства проходила, он разваливает. Хотя сам этого не очень понимает, потому что у него вот этот бытие, ведь вопрос идёт о бытии, вопрос идёт о бытии, оно то является бытием наличного сущего, то бытием дозайна. То есть на самом деле он, с одной стороны, он разваливает весь мир на регионы, а с другой стороны, всё-таки как бы не очень понимает, что он делает. То есть у него бытие остаётся всё равно одним бытием, то есть бытием дозайна. И это неправильно. И то, что это неправильно, он на самом деле связан с тем, что он не понимает различия бытия предмета, бытия, например, растения, бытия животного, бытия как бы человека. У Гегеля-то понимает, а он нет. Но у Гегеля другая там проблема есть ещё. Так вот, если мы вводим различные способы бытия, то на самом деле тогда неизбежно получается, что оправдан политеизм, то есть оправданно, что в каждом способе бытия свой бог. То есть как и получается в политеизме. То есть, например, с растениями связан один бог там с животными, другой был человеком, третий бог там. Ну, условно говоря, потому что вопрос идёт о регионах. То есть есть некие регионы, и в этих регионах это каждый раз надо заново исследовать, как бы своё понимание истины. Что такое бог? Это и есть бытие или истина? Просто истина – это вопрос о содержании, а бытие – это вопрос о том, как есть, как это содержание присутствует. Так вот, что я хотел сказать? Я хотел просто сказать, что иногда постмодернизм как раз критикует со стороны того, что он как бы возвращается к язычеству. На самом деле, дело не в этом состоит. Понимаешь, нельзя бояться язычества, считая почему-то на все случаи жизни верным, что верно почему-то там это монотеизм. Дело вообще как бы не в теизмах. Монотеизм, политеизм – это вообще никак не важно. На самом деле, важно состоит в том, как устроен мир. Он устроен определенным образом. Надо не пытаться размышлять это о том, как он должен быть устроен. Вот я на слово «должен» делаю ударение. А надо пытаться понять, как он на самом деле устроен. И для того, чтобы это понять, нужно предполагать, может быть, что он устроен иначе, чем мы думаем. Что мир не един, на самом деле, а регионирован. И держать это в голове, и размышляя каждый раз, примеряяйте, а не получится ли лучше, если, допустим, с этой позиции стартовать, что мир регионирован, при человеке регионирован. Или там, общество регионировано, да, как мы говорили. Или там, это мир регионирован, и так далее. Это чисто методологическая установка. Мне кажется, что на самом деле даже… То есть можно и с той, и с другой позиции. Да, надо и с той, и с другой позиции, да. Так вот, вопрос состоит в том, что дальше, чтобы двигаться, надо вот эту, как бы, позицию во всей полноте как-то там изучить, исследовать. И это уже вопрос метафизики. Вот я и думаю, что тут делать. Потому что я, как бы, я дошёл только до регионирования, а это уже, на самом деле, не вопрос этики. Надо уже переходить опять к метафизике. То есть, в каком-то смысле, этика, как бы, она же, это некая предкладная вещь. Сначала надо философией решить проблему, а потом переходить к этике. Вот, например, как с сознанием было. Сначала надо было с сознанием решить проблему, а потом уже к теологии перейти. И потом, как бы, решить там выводы какие-то сделать. Так же здесь. Сначала надо теперь в регионировании бытия дойти каких-то выводов, решить. Потом перейти и перенести эти выводы в этот, в этику. И в этике понять, что это означает. Так-то так. Продолжение следует...